Всем привет! Собрал я ящик для проверки диодов и ламп, а значит в этом видео вы узнаете, насколько дешевые китайские светодиоды хуже золотой фитолампы за 3000 рублей. Здесь у меня два диода от разных фирм, это Минг и Бен и Граунд Вайр. Диоды эти полноспектральные, так называемые, а лампа бикалор, то есть здесь синяя и красные светодиоды стоят, причем с гарантированным спектром, вот с таким вот. То есть это самая-самая эффективная на данный момент лампа, которая только может быть. Ну и прежде чем увидеть результаты эксперимента, давайте с вами убедимся, что все лампы потребляют одинаковую мощность. Схема простая. Здесь стоит термостат на 60 градусов, через него, соответственно, запитывается диод. Здесь два резистора. На диоде Граунд Вайр 10 Ватт 200 Ом и 10 Ватт 470 Ом. А, соответственно, на Бинг и Бен 10 Ватт 200 Ом и 10 Ватт 330 Ом. Из-за того, что часть напряжения будет падать на этих резисторах, вот эта штука, она будет показывать потребляемую мощность завышенную. Соответственно, нам понадобится дополнительный мультиметр, с помощью которого мы будем мерить напряжение на самом диоде. А здесь мы будем видеть силу тока. И умножая напряжение на силу тока, мы, собственно, узнаем, какую мощность на самом деле потребляет диод. Как видим, ваттметр сейчас показывает 18 Ватт, даже 19. Притоки 0,08 Ампера. Это Дионт Граунд Вайр. Теперь замеряем напряжение. Напряжение у нас 187 Вольт. Умножаем 187 на 0,08 и получаем 14,96 Ватта. Практически 15 Ватт ровно. Теперь пришла очередь для диода Минг и Бен. Ваттметр показывает почти 18 Ватт при токе 0,08 Ампера. Блядь. Напряжение составляет 199 Вольт. И путем несложной математической манипуляции мы получим мощность 15,92 Ватта. У лампы я снял линзы, потому что диоды тоже будут без линз. Энергопотребление 15,6 Ватта. 15,5 Ватта. Вот такие здесь установлены диоды. Кристаллы вроде нормальные, хотя я в этом не понимаю. Но производитель говорил, что тут диоды прямо вах! Эталонные, короче. Это 3-х Ваттные светодиоды красного и синего спектра. На глаз яркость ламп примерно одинаковая. Слева у меня дорогая фитолампа. Посередине диод Минг и Бен. А справа диод Граунд Вайр. Похоже, что у Минг и Бена синего спектра чуть-чуть побольше, чем у диода Граунд Вайр. А у дорогой фитолампы еще больше. Что должно положительно сказаться на росте рассады, в том плане, что она меньше должна вытягиваться. Сегодня у нас 16 февраля 2018 года, а семена я посеял 8 февраля. И на данный момент мы имеем следующую картину. Под дорогой фитолампой рассада вытянулось меньше всего. Что, собственно, неудивительно. Из-за того, что здесь больше всего синего спектра. Под диодом Минг и Бенк вытянулось чуть-чуть побольше. Но разница не такая уж пока и большая. А вот под диодом Граунд Вайр довольно сильно все вытянулось. Особенно редиска. Выключил свет, чтобы лучше было видно. Вот у меня тут все подписано. Под номером 1 это дорогая лампа. Номер 2 диод Минк и Бен. И номер 3 диод Граунд Вайр. Сейчас я буду прорежать всходы. И посмотрим, что будет дальше. Свет включается автоматически в 8 часов утра. А выключается в 11 часов вечера. Сегодня у нас 17 февраля 2018 года. Вот так выглядят огурцы и помидоры перед прореживанием. Слева направо дорогая лампа. Посередине Минк и Бен. Справа Граунд Вайр. Самые вытянутые растения я убрал. И бракованные тоже. И вот что у меня получилось. Редиску я проредил еще вчера. Салат почему-то сходит плохо. Так, сегодня у нас 24 февраля. Вот так выглядят растения под дорогой лампой. Так, под диодом Минк и Бен. Редиска под диодом Минк и Бен поменьше. Но потому что она и была поменьше, чем вот эта. Также под дорогой лампой у помидора больше листьев. Еще я посадил горох. А то больно медленно все растет. Пока не подписал, позже подпишу. Так, сегодня у нас 26 февраля. И мы имеем следующие результаты. Растения под дорогой лампой немного поменьше вытягиваются. И салат выглядит чуть получше. Под лампой Минк и Бен выглядит вот так. И под лампой Граунд Вайр вот так. Поскольку помидоры и огурцы растут медленно, я еще решил посадить горох. Вот жду, пока он зайдет. Заказал белые светодиоды. Разные. Холодный белый и теплый белый. Жду вот сейчас, когда их отправят с Али. И сравню их с вот этой лампой. Full Spectre. Я так подозреваю, что под холодным белым будет расти лучше. Еще заказал синий светодиод. В общем, будет еще много интересного. Сегодня 5 марта 2018 года. И вот такие результаты мы имеем. Слева направо дорогая лампа Bicolor. Посередине диод Минк и Бен. Справа диод Граунд Вайр. Это у нас салат. Помидоры. Свет листьев, я смотрю, примерно у них одинаковый. Под Full Spectre листья чуть-чуть посветлее. Тут чуть-чуть потемнее. Ну и тут потолще ствол. И в целом растение побольше. Плохо, когда руки кривые. Землю на стол рассыпал. Это у нас региска. Под дорогой лампой у нас уже образуется корнеплод. И само растение большое, хорошее. Под диодом Минк и Бен поменьше. Но я изначально тут самое маленькое оставил, когда прореживал. Кроме того, я заметил, на листьях начали желтеть края. Похоже, здесь чего-то не хватает. Может, его надо подкормить. Ну а под третьим диодом это уже не редис. И здесь точно ничего не получится. А вот огурец, на мой взгляд, под диодом Минк и Бен выглядит даже лучше, чем под дорогой лампой. Давайте посчитаем количество листьев. Один, два, три, четыре. И пятый начинается. Один, два, три, четыре. И пятый начинается. Здесь покороче между узорами, здесь чуть-чуть побольше. Ну и пятый выглядит вот так. И вот так выглядит горох. Ну и теперь про размеры ящика. Высота до верхушки стаканчика около 40 сантиметров. Длина бокса 50. Ширина ячейки чуть больше 30. А высота ячейки около 55. Однозначно могу сказать, что на такую площадь 15 ватт мало. Что в этой лампе, что в других. Вот такие результаты у меня получились. Однако, вчера я вскрыл дорожку на диоде Минк и Бен. И замерил КПД встроенного драйвера. Оно оказалось 65%. Что не так уж и много. Для сравнения КПД драйвера в моей лампе около 85%. Таким образом, я могу сказать, что диоды с внешним драйвером процентов на 20 будут эффективнее, чем со встроенным. Кроме того, сегодня я выяснил, что ваттметр показывает не средний квадратичный потребляемый ток, а пиковый. И реальная потребляемая мощность диодов у меня была следующая. У диода Ground и Wire 13,6 ватта, а у диода Минк и Бен 14,4 ватта. Поэтому, пока ко мне едет синий диод и белые разных оттенков, я проведу короткий тест на горохе, но уже не ограничивая ток на диодах. Потому что мне интересно, при одинаковой мощности на матрицах будет ли разница между фулл спектром и бикалором. Пока разница есть. И опять же, всего скорее это связано именно с синим спектром. Потому что именно синий спектр, насколько я знаю, влияет на то, чтобы растение не вытягивалось. И вполне может получиться так, что для подсветки рассады на окне, или даже не на окне, вполне достаточно будет синего светодиода без всяких там красных и фулов. И это не просто теоретическая информация, как эти со спектрофотометром там сидят нам рассказывают, что у вас здесь пик 630, здесь 660, под 630 расти не будет, 650 будет. Нет, это конечно же чушь полная, они этого не проверяли, они это или придумали, или я не знаю откуда это взяли. А то, что я говорю про синий спектр, это уже проверенная информация. Потому что, например, чувак с канала Мэдэ Буми проводил эксперимент по сравнению влияния спектров. У него получилось, что под красным диодом все вытянулось, под синим не вытянулось. И даже под зеленым, кстати, тоже не вытянулось. Также в группе ВКонтакте Сад на киловатт тоже писал человек, что под холодным белым растения растут в целом лучше, чем под фуллспектором. Однако, я думаю, что фуллспектор вполне подойдет для полного цикла выращивания растений, но только вместе с холодным белым светодиодом. В общем, надо много еще всего проверить и посмотреть. Ссылка на видео с каналом Мэдэ Буми будет в описании, но и на группу Сад на киловатт тоже будет. А на сегодня у меня все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, если видео понравилось. До скорых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok